В Черном море бедствия терпит рыболовный Сейнер. За бортом оказалось 5 человек. Такова легенда учений, которые прошли в Туапсинском районе. Вместо условной чрезвычайной ситуации стягиваются силы ее МСО и Главного управления Чинц России по Краснодарскому краю. Помощь приходит не только по воде, но и с воздуха. Вертолет разведки Южного аэродсона спасательного центра ЮЧС с помощью электролебеток эмакуирует первых пострадавших. В этот момент из морского порта Туапсы прибыли пожарно-спасательный катер Валерий Замараев и судно с кинологическим расчетом. Собака на ходу с катера ринулась в морскую пучину потерпевшему, который терпел бедствие, и собака к нему подплыла. Потерпевший был в сознании, ухватился за петлю шлейки, и она его транспортировала к спасательному катеру. Состояние одного из пострадавших ухудшилось. Спасатели с помощью катера доставили его к берегу и передали бригаде скорой медицинской помощи. Затем на место условного происшествия прибыли водолазы. Они обследовали затонувшее судно и убедились, все члены экипажа эвакуировали. Итог учений. Участники с поставленными задачами справились. Мы с тем побережьем Черного моря. Здесь все организовано. Высокая готовность пляжей, подготовленные спасатели, они сегодня мобилизованы. В этом году порядка 170 детских учреждений тоже имеют свои собственные пляжи, и там тоже предмет нашего особого внимания. В этом году наши сотрудники практически во всех лагерях провели такие традиционные уроки безопасности. Это прошло в каждом лагере. С началом каждой смены мы такие уроки будем проводить. Один из таких уроков прошел сразу после учения. На базе Всероссийского детского центра «Орленок». Ребятам рассказали о правилах поведения на воде и объяснили, как правильно оказывать первую помощь. «Орленка» у нас одна из самых лучших организаций безопасности и пожарной, и на воде. И вообще по все риски, которые у нас есть в Краснодарском крае, мы стараемся детей обучить вместе с воспитателем, который здесь есть. Здесь у нас находится одна из трех выставок, которые обучают детей. И все дети, которые приезжают, они полностью проходят обучение всем видам безопасности, то есть ОБЖ, которые есть на территории не только Краснодарского края, они дети со всей России, но и Российской Федерации. Веробрятия прошли в рамках выездного заседания КЧС и ПБ Южного Федерального округа. В нем приняло участие руководство ЮРЦ МЧС России, начальники главных управлений субъектов ЮФО и представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Они обсудили меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах и в местах массового отдыха в период подготовки и проведения купального сезона 2015 года.